Вот у меня сегодня настроение очень соленое, более того, оно соленое и морское. Вот представьте себе, что вы сейчас находитесь на морском побережье. Бриз, волны, солнце, здорово! Мы сейчас придумаем все то же самое, только дома. Смотрите, у меня разогревается здесь сковорода, куда я наливаю оливковое масло. Две столовые ложки. На мой взгляд, мидий вкуснее всего получается в соусе провансаль. Что такое соус провансаль? Провансаль, это в принципе, он подходит, кстати, не только для мидий, но и для рыбы. Иногда даже цыпленка можно приготовить в соусе провансаль. Это чеснок, отправляется сейчас к оливковому маслу. Сельдерей, палочка, тоже добавляется сюда к маслу. Теперь немного лука. Я предлагаю взять лук-шалот и не резать его мелко, а вот так вот по половинке разрезать и добавить к нашему сельдерею и чесноку. Некоторые добавляют морковь. Я считаю, это совсем не обязательно. Единственное, что нам нужно, это хорошие томаты. Если зима, то хорошие томаты можно найти только в банке. Посмотрите. Они уже очищены от кожуры, порублены. И как только лук и чеснок становятся такими прозрачными, а сельдерей немножко теряет свою хрусткость, я добавляю сюда томаты. Граммов 200, то есть это где-то полстандартной банки. Добавляю сюда немного соли. Обязательно перца. Если любите острое, добавьте перчик чили. Можно добавить несколько капель табашко. Вот я это так и сделаю. Соус практически готов. Только не хватает или белого вина, или игристого. Вот в данном случае у меня просека. Прекрасное, игристое. А вот теперь мидии. Я использую мидии агамы. Вообще, вы знаете, мидии, история очень интересная. Диетические, мало жира, много белка, очень низкое количество калорий. Но самое главное, очень вкусные. Особенно, если это мидии агамы, которые доставляются из чилийского побережья. В чем тут дело? Дело в том, что оно малозаселенное, нет тяжелой промышленности. Там такие течения, что вода очень быстро меняется. Она чистая, практически проточная. И это, конечно же, оказывает влияние на вкус продукта. И мы с вами получаем практически идеально свежую морскую еду. Чувствуете бриз? А я вот чувствую. Наверное, от того, что мы очень скучаем по морю. Наверное, потому что нам действительно не хватает и йода. На чисто химическом уровне. Ну ведь правда. И солнышка нам маловато, витамина D. А там, где море, там сразу как-то, ну, во-первых, у всех это ассоциируется с радостью. Но мне все равно кажется, что люди, которые живут около моря, которые все время едят морепродукты, они себя чувствуют немножко лучше, чем вы. Возможно, это моя иллюзия. Но я, когда готовлю какую-нибудь еду, когда я продумываю меню, там, неделю или гостей жду, я все равно стараюсь обязательно иметь какую-нибудь жирную рыбу. Обязательно вот селедка. Вот серьезно, я обожаю селедку, но еще не только потому, что это вкусно, но еще и потому, что я очень хорошо понимаю, что это полезно. И такое же у меня отношение к мидиям. Вообще, мидии – это уникальный, на мой взгляд, продукт. Первый раз я ела мидии в Лондоне, наверное, это был год 96-97, и меня один бельгиец повел был такой ресторан, он назывался «Бельго». Прямо в Ковенгардене его открыли, там давали, там прямо в таких монашеских рясах подавали пиво, в разных видах кружек, и каждое пиво там своя кружка. Для меня это все было, естественно, очень новое. Но мидии меня научили есть одной мидии другую. То есть, ты берешь вот такой, да, и ты ракушечка прямо вынимаешь и ешь. Тебе даже не нужны никакие вообще приборы, все, что тебе нужно, кусок хлеба, чтобы потом соус собрать. Ой, у меня уже стоинки текут. А соус для мидии, в принципе, я потом очень быстро научилась готовить. Бывает провансаль, тот, в который добавляются томаты, а бывает альбьянку, то есть белый соус с белым вином. В принципе, история очень такая элементарная. Ты добавил там сельдерей, чеснок, лук, каких-нибудь травок, долил либо томатный соус, либо белого вина. Иногда можно долить какого-нибудь просека или шампанского. Накрыл крышкой, подержал очень недолго, чтобы они не стали резиновыми. И все, как только они открылись, они готовы. Но кроме того, что мне кажется, это важно, когда мы проводим время на кухне, чтобы это не было слишком заморочено, в основном о мидии это быстрая полезная еда. Потому что действительно для приготовления все, что нам нужно, это свежий продукт от производителя, которому мы доверяем. А дальше немножко фантазии, а еще, вы понимаете, осознание того, что это полезный белок, что в этом белке действительно вся хорошая калорийность. Что такое хорошая калорийность? Это белковая калорийность, которая идет сразу в строительство наших клеток. Это не какой-то там, понимаете, пережаренный жир или сахара килограммы, или даже, может быть, иногда не такого вредного, но тем не менее, не бесспорного продукта, как мясо красное, а это абсолютно бесспорно фаворит здорового питания. Поэтому я мидии готовлю часто, чего я вам желаю. Теперь, как только мидии отправились в соус, я закрываю это все крышкой и оставляю минут на 5, не больше, потому что мидии очень нежные. Это опять такая же история, как с гребешком. Чем меньше жира в морепродукте, тем больше ему нужно сока со стороны, то есть, будь то сливочное масло, оливковое масло или такой соус, и тем меньше времени этот продукт должен провести в термической обработке. А пока у нас мидии готовятся, мы берем хлеб. Чем пышнее и воздушнее хлеб, тем лучше. Противень. Оливковое масло для корочки. И духовка обязательно должна быть в режиме гриль. Температура должна быть высокая для того, чтобы хлеб приготовился быстро, чтобы мы его не ждали, понимаете? И вот обратите внимание, что происходит у нас здесь, в нашем сотейнике. Мидии начинают открываться. В современном мире, мне кажется, очень важно, чтобы вещи, которыми мы пользуемся часто, нас удовлетворяли не только с точки зрения пользы, не только с точки зрения надежности, но еще и с точки зрения дизайна. Вот моя варочная панель Тертинг, она абсолютно пример того, как современные технологии позволяют сделать мою жизнь и легче, и прекраснее. Во-первых, она абсолютно безопасна, она очень быстро остывает, именно поэтому, если вдруг, ну, кто-то подошел и дотронулся вот так до плиты, она уже холодная. А еще индукционная панель, она говорит о том, что я могу очень просто выставлять температуру. На газовой конфорке иногда это бывает довольно сложно, потому что подача газа может меняться. А здесь, если мне очень важно, чтобы было очень горячо, или еле-еле-еле тепло, то это абсолютно возможно от 1 до 9. Ну, или такой максимальный нагрев, тут тоже есть такая же программа. Прежде чем достанем хлеб, в мидии добавим немножко петрушки. Петрушку, на самом деле, лучше добавлять в самом конце, для того, чтобы она и не потеряла свой цвет, свой презентабельный такой, я бы сказала, вид, хрустящий, не завяла, не стала темно-зеленой, но еще, чтобы она все-таки успела дать аромат. Так, поэтому не в тарелку, а именно вот сюда, в сотейник, к мидиям добавляю петрушку и одним движением руки выключаю огонь. Вынимаю хлеб. Вау! Посмотрите! Ну, это же просто красота. Я вот такой его и хотела. Зажаристый, красивый. Оп! Это я сбросила дольку чеснока, которую мы вот так вот немножко разрежем. Так. И теперь вот этим чесноком чуть-чуть, прям буквально вот так вот два касания по гренке. Так, прошлись. Теперь, а теперь как это подавать? А это очень важно, как это подавать. Смотрите, на дно, желательно в глубокой тарелке, укладываем гренку. Дальше, сверху на гренку, мидии с петрушкой. Так. Ммм, красота-то какая! И я по-прежнему настаиваю, что морской бриз сейчас присутствует рядом со мной. Честное слово. Так. Ну, а тем, кто очень голодный, предлагаю сделать еще вот такую красоту. Потому что, на мой взгляд, вкусного хлеба, пропитанного оливковым маслом, зажареного в духовке с чесночком, много не бывает. Ну что, так мое соленое настроение. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...